и снова здравствуйте всем привет и так получился вот такой персонаж ягу возможно нужно было бы сделать ему крылья в виде руки чтобы как бы пальцы были чтобы он мог гнуть ну пусть пока летает а там уже что-нибудь придумаем возможно крылья еще переделать надо будет ну так вот нарисовал замаскировал выдавил и прилепил к персонажу именно с картинки такую взял внешний вид так теперь что нужно сделать давайте импортируем сюда зубы так зубы можно скачать в группе vk ссылка будет в описании так это у нас не сюда ягу так вверх ops так и день и тут делаем с для не сильно большие а они у меня сильно большие так попробуем подставить значит персонажу ты не думал что за браш я их так очень сильно сделал великоватыми так что у нас тут зубами так чуть-чуть значит с так это вниз десна пускай будут и чуть-чуть наверное так вот их стянем так чтобы они не вылазили за клюв но опять же участвовать они будут только при улыбке или при каких-нибудь там а так будут прятаться значит здесь еще нужно будет подкорректировать или возможно использовать скейл так теперь загоняем импорт общ нижние зубы так это верхний нижний вот они с уменьшаем погнали погнали еще раз с чуть-чуть вытягиваем к верху чтобы они вроде как побольше были тут начать g побольше уводим в нашего персонажа и можно еще немножко как бы по челюсти их подогнать ну я думаю ничего тогда эти поменьше эти побольше принципе прикольный тип выходит ну и теперь язык без языка тут импорт общ здесь где-то должен быть язык вот он так где язык какой размер так язык тоже у меня большеватый подгоняем подставляем вратовую область так и желательно конечно чтобы он был наверно побольше да но сильно большой чуть-чуть поменьше привяжем о геометрии обжиг с этой джин 3d геометрии смотрим что тут с языком чтобы переборов не было ну в принципе чё язык прикольный язык большой ну вот такой получился яга так значит делаем шейдер смут зубам нижнем верхнем так и языку тоже сглаживаем и теперь давайте по вставляем значит ему рик кости и так далее выбираем зубы все это дело привязано с этой джин геометрии и ровненько вот так это все вытаскиваем желательно подальше тут еще кости глаз будут так теперь вот эти зубы не меняя размера уводим вверх эти не меняя уводим вниз ну и язык можно оставить по центру здесь будут вставляться кости так пока вот это дело значит английская аж скрываем n панель скрин каскей n панель закрываем переключимся вот в такой вид ну пусть будет красный да можно переключиться в рэндом чтобы глаза не болели shift а сочетание клавиш выбираем арматуру сингл бон делаем инфронт ну это уже так я пор дисплей инфронт я уже много риков показывал как вставлять в принципе они однообразны так что просто персонажи меняются а так настройки риков почти одинаковые за исключением что где-то я отцеплял позвоночник какие-то кости где-то они идут цельные так подгоняем значит к нашему персонажу тройка на нампаде подгоняем так вот здесь вот как его лучше организовать я думаю в этот раз я его поставлю так то ли от задницы гнать так ну давайте все по стандарту то выдумывать в принципе можно вот тут тут было отсюда гнать тазовую да давайте попробуем его как человека за собачить может лучше работать будет так а я еще в пост мод сижу это вообще шиздец зайти в этот мод делаем с делаем r move g подставляем где-то посередине пупка можно еще его чуть чуть пониже так теперь верхнюю верхнюю часть g е е шея и голова так тут вот нужно голову подогнать так чтобы она сгибалась чтобы челюсть потом у нас нормально корректировалась да ну давайте вот здесь вот ее выберем централку и теперь выберем е английскую alt p clear parent r это значит здесь придется наверное подставлять две кости потому что как и в прошлом персонаже так вот эта часть должна отсюда будет сгибаться вот под щекой так одна кость shift d s держать вот эту часть чтобы шея не убегала никуда тогда мы сможем тут корректировать значит длину потому что нам будет нужно закрыть значит клюв и получится что эта часть подтянется к верху у нас шея будет очень длинная и нам понадобится еще именно корректировка шеи где то так шею привяжем ctrl p keep of set а она нет давайте к шее ctrl p keep of set эту значит shift d ставим на клюв но опять же с клювом надо будет посмотреть потому что тут вот цельная она должна большая быть держать вот эту всю всю расстояние вот эту так и это все значит вяжется голове ctrl p keep of set так теперь сделаем сразу зубы вытащим косточку alt p clear parent значит оттягиваем ее подальше и буду делать еще одну не буду дублировать чтобы они потом не прилипали это значит alt p clear parent и будет значит это штукенца так находим потом наши зубы это object mode alt h открываем смотрим выбираем кости так edit mode выбираем нашу кость делаем ее s побольше потому что видите здесь пустота и вот это все может не привязаться я уже показывал в прошлом так в прошлом нашем значит когда привязывались зубы что вот такой вариант бывает не цепляет ну сначала давайте так сделаем а потом уже если не прицепится то тогда мы будем их или увеличивать или перекручивать перекручивать тоже не очень хорошо но надо чтобы кость входила именно в меш поглубже тогда она возможно еще не будет капризничать так еще одну косточку вытаскиваем это значит E alt p clear parent G и здесь уже будем смотрите как делать язык делаем S опускаем косточку в самый низ подводим поближе к мешу и потом E E E E E и вот так это все дело вытягиваем так ну все так язык вяжем голове ctrl p keep offset через shift левая кнопка мыши теперь так значит верхнюю вот эту челюсть вяжем к верхней ctrl p keep offset а нижнюю вяжем к нижней ctrl p keep offset так есть такое дело все это нам не мешает теперь нам понадобятся глаза E вытаскиваем alt p clear parent косточку семерка на numpad уводим ее сюда сюда и давайте подведем к глазу 1 на numpad чтобы поймать полностью глаз так где то вот так вот плюс-минус теперь ее уводим вот сюда подальше от нашего меша потому что когда все будем привязывать вот эти косточки если будут находиться близко вот так вот к клюву они могут связаться и это будет уже не есть хорошо делаем shift D еще одну косточку так ctrl z ctrl z ровно вытягиваем shift D щелчок еще чтобы они ровно напротив друга стояли можно их подальше теперь семерка на numpad делаем shift D дубляж на центр выводим косточку тройка на numpad делаем R перекрутку можно сделать ей чуть побольше S теперь выбираем вот эти две косточки семерка на numpad shift D щелчок и правой кнопкой мыши делаем mirror x global и отводим вот 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 сюда где-то тут глаза должны четко попасть по этим расстояниям чтобы они потом не конючили выбираем вот эти две косточки вяжем через shift левой кнопкой мыши к центральной ctrl P keep offset так а вот эти косточки вяжем голове ctrl P keep offset и центральную кость тоже вяжем голове чтобы она за ней следовала ctrl P keep offset так все глаза сделаны вот эти кости можно английская аж скрыть и теперь вот зубы нам будут мешать это значит заходим в object mode выбираем зубы и английская аж тоже их скрываем выбираем косточки так опа какая кака получается да я так кость тут уменьшил и гляньте что получается когда зашел в post mode это не есть хорошо итак теперь нам понадобится что еще давайте shift d одну косточку сюда поставим потому что когда будем вот эту кость поднимать здесь растяжение будет мама не горюй так теперь sg и подставим ее под самый край вот сюда можно даже g по челюсти чуть-чуть вывести чтобы ну цепляла именно раскрашенную часть давайте цвет поставим видите вот здесь вот такая штука должна быть во так и эту косточку привяжем к этой ctrl p keep offset поработаем теперь вытащим косточку е это будет хвост alt p clear parent делаем r и вот сюда подставляем и так продолжаем последнее время как начинают что-то записывать то звонки то приезды погнали так вытаскиваем хвост дальше е е и еще раз английское е так смотрим вроде должна привязаться будем сейчас поглядеть так эту косточку хвоста вяжем к тазовой ctrl p keep offset так здесь вот она будет вертеться вот на этом стыке все нормально так теперь по лапам значит е вытаскиваем лапу здесь колено все-таки я сделаю колено должно быть alt p clear parent чтобы все это дело сгибалось так оттаскиваем на нашу лапу выравниваем тройка на нампаде делаем ее смотрите под углом чтобы значит кость знала куда гнуться так теперь доводим до щиколотки вот где-то так ctrl z ctrl z е вот где-то вот до сюда чтобы она гнулась вот на этом моменте и от этой косточки будем уже делать е управляшку не от последнего пальца как в прошлый раз а вот именно от этой щиколотки alt p clear parent так теперь вытаскиваем из косточки значит е кость alt p clear parent g подставляем ее опять же на линию сгиба вот сюда и отсюда вытаскиваем еще одну косточку так это будет значит одна кость и еще одну так вот эту косточку делаем s английская уменьшаем и подводим где-то посередине ноги так теперь вот эту этот палец значит g вытаскиваем тоже под линию сгиба и делим вот этот вот эту косточку делим еще на две subdivide ну и делаем ей угол вот такой чтобы она тоже знала что гнуться нужно вовнутрь так ну это все вроде сгиб будет эту косточку вяжем ctrl p keep offset а эту косточку вяжем на управляшку ctrl p keep offset так смотрим так семерка на нампаде чуть-чуть g уменьшим можно прозрачность поставить вот чтобы видеть наши конечности теперь вытаскиваем косточку e alt так можно сделать еще чтобы она мягче была давайте уменьшим эту косточку а эту косточку как на руке отведем до щиколотки и отсюда тоже косточку e отведем до щиколотки теперь у нас должна здесь появиться значит двойная линия сгиба и тут тоже где-то вот до сюда да тройка на нампаде делим ее сабдивайды поднимаем g на линию сгиба это будет линия сгиба тут и линия сгиба где-то тут ну такой волной делаем следующую ногу тоже сабдивайдим и под эту ногу подстраиваем значит раз поровнее вот так вот ну вот вроде бы такой вот вариант так если нам ну мягче нам не надо будет чтоб крупные пальцы тут были так что на мелкие делить не будем так ну кость управляшку опять же давайте вытащим alt p clear parent отведем где-то поближе к ноге сюда и привяжем к первой косточке через shift control p keep of set будем потом настраивать с этим делом вроде разобрались теперь теперь нам нужно держать живот и таз значит е вытаскиваем кость которая будет держать бок ноги alt p clear parent выбираем ногу выбираем эту косточку и через shift вяжем к тазу control p keep of set проверяем вроде бы все нормально таз будет держаться так с животом потом разберемся когда уже будем гнуть возможно нужно будет еще добавить какую-то кость именно вперед одну хотя бы да так ну давайте сразу уже пробовать тогда что получится если что ее потом удалим так вот эту косточку которую мы вытянули 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 вот эту вот тоже ставим на уровень сгиба именно тазовой кости потому что если мы ее поднимем выше и будет гнуться тазовая кость будет тут излом мама не горюй все делаем по линиям сгиба это получается вот линия сгиба линия сгиба потом колено потом получается хвост потом что у нас тут еще выходит вот тазовая ну как бедренная тут по другому будет работать просто вот эта кость уже назначит свои веса ну такая штука так это значит ctrl z так погнали дальше так что она ну по центру она должна назначить все таки веса будет если что мы ну что глянь не издеваетесь ёб так опять меня отвлекли ну ничего все таки доделаем наверно эту штуку так тройка на нам падень давайте теперь займемся крыльями так так е вытаскиваем ключицу alt p clear parent так тройка на нам паде семерка на нам паде так размещаем ее под укос и желательно подвести ее к грудинке чуть-чуть чуть-чуть даже можно ее перекрутить вниз чуть отвести так и тут главное теперь поймать крыло первая кость пошла вторая кость так пошла ну и это будет третья кость на сразу же на перо так два изгиба будет да нормально пойдет вяжем эту косточку значит грудине ctrl п keep offset следом что нам нужно сделать какие-никакие перья да и линию изгиба еще в какую сторону будет гнуться крыло так поправляем так и выправляем на наше значит перо так здесь я сделаю управляшку тоже как на ногу alt п п clear parent и вот эту штуку привяжу через shift ctrl п значит на кость управляшку теперь попробуем наверное что сделать выта вытянуть е косточку alt п clear parent g подгоняем значит r r g и подставляем к нашим перьям тут вопрос теперь насколько их подставлять да ну давайте g большое перо так вытянем и делим на две косточки и опустим вот так вот как-то да теперь все это дело сдублируем shift d английская r подкручиваем перетягиваем shift d подкручиваем r перетягиваем на линию на линию стыка shift d опять же r подгонка shift d делаем r g и здесь уже перо то у нас целое значит мы сделаем здесь косточку побольше а эту чуть-чуть поменьше так здесь до линии стыка опять же доводим ну и опять же вот эти теперь shift d дублируем r g так это значит g эту чуть косиной делаем значит нам надо их привязать вот к этой косточке ну сейчас будем так вот эти будем вязать к этой кости а эти все будем к центральной так тут еще надо наверно g припустите так и опять же shift d r g джи вот так так а вот с этой как быть цельную гнуть или тоже ее поделить допустим вот где то вот так вот наверное так и сделаю к этой привяжу теперь контроль пи она привязана все зашибись теперь вот эти косточки вяжем к этой кости контрол пи keep off set а вот эти все кости так если если будет линия сгиба тут значит вот эта кость уже не нужна вяжем к этой контрол пи keep off set а эти будет три вот эти пера гнуть даже раз два три четыре давайте наверное вот эти три сразу так вот эти три косточки привяжем вот к этой контроль пи keep off set вот так будет наверное лучше потому что линия сгиба будет здесь проходить где то вот тут а эта линия сгиба будет вот так вот а это будет отдельная часть вот это как бы пальцы ну где то так наверное тест покажет так ладно это сделано теперь у нас есть грудина еще так на грудину желательно тоже косточку alt p clear parent вот так единица на пади и выводим ее под мышку вот сюда здесь назначится веса и получается когда будет гнуться ух ты гляньте какая у меня получилась штукенция вот такого казуса ctrl p keep off set и вот эту косточку чуть чуть повыше значит на линию сгиба так теперь вот эти косточки все выбираем тройка на нампаде делаем r а ctrl z не там то было значит эти все выбираем тройка на нампаде делаем r g подставляем подгоняем так и чуть чуть корректируем опять опа так что у нас с этим пером тоже далековато но с этим попроще мы его опа а эту значит тоже туда вглубь в меш заводим так и вот эти косточки тоже наверное как бы поглубже в меш так теперь ага так чтобы все перекрывалось g единица на нампаде ну вроде бы попало да да так тут теперь другой вопрос давайте выставим значит косточки на наш рот е вытаскиваем alt p clear parent единица нампаде делаем g так как бы эту подставить да и нужна ли она тут я думаю нужна потому что нижняя челюсть точно будет как-то шевелиться как-то что-то будет значит это g ниже опускаем а вот эту косточку тогда делаем r делаем s g подставим вот сюда где-то чтобы мы могли именно вот этой вот частью как-то не знаю чтобы растягивался хотя шибки ими можно все это добиться но не столько она важна эта косточка клюв вообще у него двигаться не должен это вроде бы как камень так если я буду вот это все поднимать это будет эту смогу регулировать да ну давайте еще сделаем с fd и сделаем значит r перекрутим g сделаем s единица на нампаде сделаем r и подставим ее вот сюда вот к мешу так это будет g вот как-то так пусть маленькая будет и вот эти теперь вроде две кости давайте привяжем ctrl p к нижней части челюсти если что их удалим не суть вопроса так остается у нас брови ну давайте по бровям теперь значит трой так а как их лучше сделать ну давайте сделаем e alt p clear parent сделаем g тройка на нампаде подведем значит к нашей так вот эту косточку h можно скрыть чтобы она не мешала значит это g и сделаем наверно как бы их отдельные shift d чтобы можно их было поднимать ну типа по отдельности да но опять же брови можно сделать шипки шипки ими ну тут вот вопрос какой что шипки ими они конечно шипки ими но вот нам сейчас нужно будет допустим опустить вот эту часть вот вот эту а мы ее опустить не сможем до глаз потому что у нас тут не хватает костей а если делать шипки ими пойдет очень ужасная деформация так здесь значит g это значит а ну-ка цветность включим а вот тут я уже значит под низ ее вот эту под грань делаем так вот 1 g а эту прямо переносится наверно так вот так вот эту тоже подрегулируем подгоним ну а эту на височную часть так эту вбок r и эту r вбок под самый глаз вот так вот так и эту косточку теперь значит чуть-чуть под излом g вот сюда а эту нижнюю нижнюю тоже выворачиваем так и поглубже мэш ну как-то так-то так ну веки я не буду делать веки можно моргание сделать шипкеями главное чтобы вся эта штука опустилась да угу так или сделать все таки шипкеи так ладно сделаем е и навеки косточки alt p clear parent отключим сейчас глаз так где тут глаза яга объем object mode включим английская h зайдем выберем кости зайдем в edit mode чтобы видеть веки и переключимся на вот такой вот вид так эту косточку alt p clear parent опускаем по низам ставим вот эту косточку на нос вот тут клюв мешает ну как бы под углом значит у здесь вот ставим ближе к носу чтоб назначились веса и давайте shift d поближе к линии сгиба shift d shift d shift d побольше сделаем здесь косточек ну и сюда shift d одну на конечную чтобы держала висок ну а вот эту можно чуть передвинуть чтобы угол меньше был смотрим как они там заходят и нужно теперь вот этим вот эту косточку и вот эту alt h привязать голове ctrl p тип offset а вот так да и эти наверно не эти привяжем к другой косточке так эти привяжем к другой косточке так тройка на нампаде так вот так мы их выберем и g приподнимем повышенное так что тут получилось ох уж не этот клюв так раз так отводим их подальше от мозга ну как то так то так вот эту пониже вот эту косточку делаем пониже так а то она не закроет нам веки и вот эту косточку посередине глаза так теперь века то будет тянуться вот эти косточки вроде не будут давать но форму свою потеряют поэтому нам нужно вот эти кости вот эти возможно еще шею в д д сдублировать поверх значит нашего века так и вот эту часть тоже в бок отвести но опять же все должно проникать в меш иначе все потом будет рвать или косточка не привяжется и будет отдельно. Так, теперь вот эти кости верхние вяжем в голове Ctrl-P типа offset они как ограничители как и вот эти вот ограничители тоже так есть такое дело так, а вот эти косточки тройка на нампаде, выбираем косточку делаем шею в D подставляем ее вот сюда подальше делаем ей S чтобы мы ее видели делаем ей R ставим под углом и вот эта косточка будет у нас загибать наши веки, вот эти выбираем веки косточки для век так, что тут еще ну, где-то так, давайте вот эту косточку наверное еще G вот сюда подставим и вот так вот это все дело выбираем вот так и вяжем к этой косточке Ctrl-P типа offset эта кость будет управляшка она будет привязана к голове Ctrl-P и когда мы ее будем крутить она просто будет веки опускать чтобы уже не было гемора так, ладно есть и это дело, да теперь нам понадобятся вот эти волосюшки Alt-P Clear-P да, понимаю, что костей все больше и больше но такой вот персонаж так выравниваем по центру стройка на нампаде и вот от этого края делаем опять же по центру башки E E и вот так вот все это дело гнем теперь все это так вот это вот все можно скопировать сделать ШФД стоп не геморройничать и здесь уже подкорректировать нашу вот эту волосюшку которая будет привязана значит уже косточки центральные вот этой вот так эта кость должна вот полукругом делаться почему? когда будем гнуть перья должны знать куда будут гнуться так ну тут можно три косточки скопировать ШФД так эту кость G подставляем уменьшаем делаем ее поменьше так теперь здесь косточку подставляем подставляем и еще одну вытягиваем так вот эти кости вот эти вяжем к этой Ctrl-P Keep Off Set вот вот эти две косточки вяжем к этой эту кость вяжем к голове Ctrl-P Keep Off Set получается если вы что-то вяжете парики там или еще что-то какие-то части то вот у вас голова и у вас весь парик должен быть тоже на одной косточке которая от которой будет отходить там волосы там какие-то детали и одну кость вот эту управляшку ну главную вы привязываете уже так к голове при анимации так будет лучше наверное так ну все вот это в принципе и все так тройка на нампаде выбираем все кости которые находятся вот с правой стороны не забываем никакие косточки и вот нужно постараться теперь с костями глаз так под боком их ставим выделяем вроде бы вроде бы как бы все еще раз проверяем чтобы не забыть никакую кость чтобы потом не возвращаться так ну вроде бы все shift d дублируем правая кнопка мыши mirror x global и оттаскиваем это все дело момента дело так так проверяем глаза в принципе все да так а ну-ка давай-ка смотрим все заходим в object mode выбираем нашего персонажа так alt h пардонте тройка на нампаде глаза не вывел я если я сейчас буду привязывать глаза то получится что они смогут привязаться ко всему вот этому персонажу так и придется по-моему еще сейчас косточки глаз уменьшить потому что этот дюжит как-то большеватый они у него еще тут под углом так что заходим в edit mode заходим в edit mode и значит вот эти косточки еще раз приподнимаем повыше семерка на нампаде делаем косточки S прям поменьше потому что она должна руководить от середины вот смотрите если вы кость поставите на заднюю часть вот на заднюю тогда у вас будет глаз сильно очень тянуть его нужно ставить на середину зрачка вот так вот ну как-то так-то так вроде бы с этим делом подгадался так теперь зубы есть все это есть язык есть осталось привязать все выбираем персонажа выбираем кости ctrl-p white automatic widget надеюсь матюкации не будет нет все привязался зашибись так теперь выбираем кости а выбираем челюсть выбираем кости заходим в post мод выбираем вот эту косточку делаем ctrl-p это уже боны будут все вы видите не привязывается почему такая штука потому что вот тут пустота и в принципе нужно зайти в edit mode семерка на нампаде выбрать эту косточку и просто тупо перевязать ее вот в такое положение так тогда семерка на нампаде перевязать и эту косточку чтобы она зацепляла весь меш вот так и поглубже ее как бы завести во object mode тройка на нампаде опять же челюсть опять же кость post mode выбираем косточку ctrl-p это бон смотрим во видите все привязалось ctrl-z ну и повторяем все вот эти по простым роликам вот это все дело дальше опа видите связь между вот этими теперь костями это не есть good это делаем так это разные у меня мэши разные модели значит нужно эту модель опустить пониже сделать alt-p clear parent отвязать ее видите привязываются кости когда близко находятся связь вот эта вот постоянно у них такой гемор бывает так пониже и поближе тогда подведем выберем челюсть выберем кости заходим в post мод ну и выбираем так ctrl-z ctrl-p бон вот опять она с ней связывается так заходим в edit мод вот эту косточку значит так сейчас выбираем кости заходим в edit мод вот эту косточку удаляем delete все она теперь будет биться alt-p так вот эту штуку делаем alt-p clear parent так теперь заходим на всякий случай давайте я сделаю какую штуку mesh clear up limit dissolve вот так возможно одинаковое количество полигонов что ли у них я не знаю ответ на этот вопрос почему то нет то вяжется эта штука так теперь так ну давайте вытянем новую кость edit mode значит английская e alt-p clear parent семерка на нам паде значит g делаем r перекрутку тройка на нам паде и опускаем ее до нашего вот этого меша пусть даже кость будет побольше не проблема так ее привязываем к голове ctrl-p keep offset иногда надоедает конечно продиктовать что я делаю ну а если не говорить то тогда смысл в этом ролике будет правильно так это все сделано выбираем теперь челюсть через shift кости post mode выбираем ctrl-p bond так капризничает значит челюсть это значит ops decimate нему и файл apply пробуем теперь выберем нашу челюсть alt-p keep transform alt-p clear parent выбираем кости post mode ctrl-p бомб о привязался с сеткой возможно что-то так ладно есть такое дело повторяем то же самое значит с языком язык кости post mode выбираем значит одну кость вяжем вот это все дело даже нет давайте язык привяжем по-другому выберем язык потому что костей много видите и нужно его вот этот язык вязать через white parent выбираем язык выбираем через shift значит нашего персонажа левая кнопка мыши выбираем через shift кости и делаем ctrl-p white automatic widget все вот теперь они должны быть привязаны ну а теперь глаза глаза у нас два штука значит заходим в edit mode и l английская p английская selecting отсоединяем нам нужно два отдельных глаза так глаза чуть-чуть еще подвести ну как-то так-то да так и повыше что-то они спрыгнули выбираем значит тройка на нам паде выбираем один глаз одну косточку постмод одна косточка ctrl-p ctrl-p bond так проверяем все привязалось ctrl-z обязательно жмите возврат так опять же повторяем с другим глазом постмод другую кость выбираем ctrl-p bond ну вроде бы все вроде бы they're good так тройка на нам паде выбираем только кости заходим постмод выбираем челюсть заводим челюсть нашего персонажа другую челюсть заводим тоже нашего персонажа снизу вот так так по глазам по языку выбираем главную кость вот эту так и попробуем опа язык такая же беда надо исправить сетку закрываем выбираем модификатор decimate чуть-чуть ему значит подправим точнее испортим чуть-чуть сетку сделаем apply сетка получается триангулярами и теперь пробуем заново привязку выбираем язык выбираем персонажа даже можно персонажа уже не выбирать язык кости и ctrl-p white automatic вызвит вот видите он поддернулся значит привязался так проверяем postmod вот вот косточка не привязана заходим edit mode эту кость к этой ctrl-p keep offset почему-то они поотвязались keep offset какой-то был сбой и опять же заходим в postmod все язык ozr good кости настраиваем и в принципе персонаж готов для анимации выбираем косточку управляшку косточку вот следующую короче ctrl-shift-c ctrl-shift-c inverse kinematic выбираем настройку костей на 2 что-то подтупляет где-то у меня так ну в принципе нормально вот такое меня устраивает так это когда ага вот эти две косточки еще нужно привязать к следующей кости видите куда их уводит когда он сгибается значит это не наши кости не этой косточки так и тут такая штука ctrl-shift-c inverse kinematic на 2 кости теперь значит управляющий ног сделаем так тоже на 2 кости ну и тут тоже видите уже костей много вроде бы не так уж того прям этого персонажа чтобы сильный прям такой был мощный какие-то там текстуры у меня уже где-то подгон идет так это у нас получается кость ух ты 127 и 39 значит inverse kinematic выбираем выбираем настройку выбираем арматуру выбираем кость какая она там 39 любую косточку выбираем и вот так вот 39 вывернуло у нас колено не беда проверяем 90 ставим все на 90 выровнялось так ну да а это 127 значит то же самое делаем арматура бон 127 127 кстати по номерам по номерам лучше ориентироваться вот так вот чем вот это наименование лэй хлей мэй 127 enter так это получается 90 все это настроено наименование можно отключить теперь что нам понадобится а теперь нам понадобится глаза выбираем косточку одного глаза так не ну это шиздец что-то подгоняет выбираем направляющую глаза теперь выбираем сам глаз левая кнопка мыши ctrl shift c сделаем track to находим настройку костей и ставим yz так один глаз настроился теперь выбираем следующую кость и еще один глаз ctrl shift c слежение по yz ну все отключаем и теперь кости у нас подвывернутые да смотрим почему потому что они опа я же привязывал что за фигня ctrl p где-то произошел сбой видно и вот это все дело отвязалось и вот возможно из-за таких косяков вот теперь раз косточки подтянулись сюда так это что получается так смотрим как глаза вертятся так 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 значит повыше должна быть и управлять верчением с верхней точки потому что угол у нас у глаз и вот теперь они будут нормально следить а ну-ка ставим на цветность выключаем проверяем так ну в принципе ctrl z все нормально только нужно теперь вот эти глаза как подтупляет а так тройка на нампаде чуть-чуть поглубже завести в мозг так ну глубоко тоже не надо так что у нас тут с костями управляшками семерка на нампаде так ну надо сильно не крутить в принципе слежение у него идет глаза движутся все зашибись так а ноги давайте проверим ноги нормально ноги работают все сгибается так по хвосту что-то гнется возможно еще побольше костей добавить и чтоб мягкость была такая изгиба все будет хорошо заходим в edit мод делаем sub divide нормально заходим теперь в post мод выбираем крайнюю косточку и первую ctrl shift c inverse kinematic удаляем таргеты ставим на 1 2 3 4 5 6 7 на 7 костей так не понял подтянуло почему-то руку а ну-ка так это не есть хорошо перевязываем потому что поделил поделил добавились кости а вес остались те же самые даем и тогда назначаем ctrl shift c inverse kinematic таргеты долой ну-ка ну вот уже хвост нормально гнется только на 8 костей о о так вот персонаж персонаж теперь значит настрою косточки а еще подождите я не потестил рот самая больная тема это рот так 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 видите щека движется ай-яй-яй-яй-яй-яй так это значит edit мод пробуем удалить вот эти кости delete bone с другой стороны тоже их delete bone перевяжем нашего персонажа ctrl p white automatic widget ну а теперь опять же кости пост мод тестим рот тройка на нам паде а ну-ка что тут получается так блять челюсть отвязана почему все привязывалось edit мод вот ctrl p и popset что-то случилось где-то произошел сбой а я его не уловил значит так челюсть поднимается когда зубы вот этого персонажа значит прячутся вверх можно сделать s при анимации уменьшить и вот эти зубы тоже можно убрать допустим вниз вот как бы подальше да так что получается g так язык тоже придется язык поправлять так не есть good и зайдем object mode скульп вот отключим видимость костей так и вот эту f челюсть надо поднатянуть оп так щеки тоже чуть-чуть подрегулировать потому что персонаж делался с открытым ртом и в принципе как такового ну как осознание того как это все дело будет не было видно да так так а ну ка ну ка вот 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 он выглядит закрытым ртом так кости вставлены заменяем кости значит позвонка подключает надо наверное уже перезагружать ноутбук и будет все хорошо так одни кости покажу как заменять выбираем значит это будет у нас цирклы назначаем бонгруппу красная уже не прокатит пусть будет какая должна видимая быть давайте синюю попробуем да вот синяя вроде видна на красном фоне так вот эти косточки значит верхняя челюсть она работать не будет ей просто можно поставить допустим линию лайнер можно даже бесцветный так управляшки зубами это у нас будет так это у нас будет финджеры финджеры смотрим насколько они большие эти финджеры чтобы потом не терять этот рот лучше пусть сбоку с одного хватать можно было так но эти уже пусть будут тогда красные так управляшки это кубы крит крит так а какую шин группу поставить тогда вот такая будет так это тоже будет кубы только чуть-чуть побольше чтобы их было видно да тоже такая же будет группа так вот это вот раз одна управляшка у нее есть пускай это будет сферы так на сферы поставим ну давайте какую-нибудь желтую что ли так кости ограничения проверяем если я сейчас буду крутить в принципе все работает да потому что там еще тазовая будет так ладно если что вот это можно попробовать удалить не суть вопроса допустим заходим в edit mode delete bone ну обязательно опять перевязать нашего персонажа ctrl p wait automatic widget выбираем кости заходим post mode так хвост вы видели как работает да теперь значит по векам по векам у нас получается это все так вот как бы это все культурно выбрать вот так да и голову только не выбираем так и все вот эти кости заменяем пока на на сферы уменьшаем их прям побольше ну чтобы как-то знать где какая находится а то они тут сейчас так перековеркают и не будет фейса лица видно так да нет это не катит давайте ctrl z и через shift отключим вот эти кости глаз чтобы они были отдельно и кости управляшки на веке тоже хочу чтобы их было видно так ну вот как-то так-то давайте так ну и вот этих можно еще тоже пусть тоже сферы будут мать и дить так да а вот здесь возможно будет не путаницы не будет первый ряд второй ряд только чуть-чуть на их поднадуть все-таки так да а вот эти наверное я сделаю так это я сделаю наверное финджеры пусть будет потому что просвечиваться будет потом ай-яй-яй как будет нехорошо тоже пусть будут желтые так это будет у нас кубы или лучше давайте финджеры финджеры но только их так вытянем чтобы они прям были видны из глаз и пусть будут тоже желтые вот их теперь видно видите да не попутаю глаза пусть зеленые остаются не суть вопроса так сказал бедняк проверяем как работают веки выберем веки значит тройка на нампаде R закроем веки отключим глаза ну в принципе нормально даже еще больше можно их тройка на нампаде R еще больше подсогнуть где-то наверное G чуть вперед вывести и вот уже у нас моргание Ctrl Z Ctrl Z открываем глаза побольше пусть лупатый будет теперь G вот видите мозг движется это не есть good это не есть good давайте заходим в edit mode и поставим еще одну косточку значит E Alt P Clear Parent смотрим где у нас тут что и значит R перекрутим и G поставим на затылок башка за глазами вот тут прям черепушку перевяжем теперь а привяжем ее к голове Ctrl P Keep Offset и зайдем в Object Mode и перевяжем нашу вот эту Ctrl P Wait Automatic Widget тройка на нампаде выбираем кости глаз заходим в Post Mode выбираем косточки глаз делаем R и все у нас теперь все нормально у нас теперь все так смотрим как работают веки верхние косточки видите у нас тоже не привязаны давайте зайдем в Edit Mode попробуем вот эти верхние кости так чуть-чуть наверное их чуть-чуть наверное их повыше чтобы не перевязывать чтобы века нормально значит у нас поднималась так и вот эти кости тоже чуть-чуть подкорректируем поближе поставим к нашим бровям но в белую зону Object Mode перевяжем Ctrl P Wait Automatic Widget опять выберем кости значит Riga так вот эту косточку это будет пускай у нас сфера сделаем ее чуть-чуть поменьше пусть будет тоже желтая выберем косточки значит века так косточки века и назначим наверное красный цвет так следом выберем другие косточки это чтобы не путаться да выберем им какой-нибудь еще какую-нибудь еще группу плюс не это слишком того будет Так, а на черном фоне вот эти вот кости, это будут у нас белые. Так, и теперь если мы будем выбирать вот эти косточки, о, как у нас тянется века, в смысле не века, а этот как, брови. Ну все, если вниз их опускать, то будет хмуриться. Так, можно, значит, им поднастроиться. Так, это у нас сфера по центру. Выбираем хвост, работает, все мягенько, все зашибись. Так, тройка на нампаде, настроим наши волосюшки точно таким же образом. Control Shift C, Inverse Kinematic. Так, это Control Shift C. Угу. Таргеты долой. Спасибо. Так, спасибо. зашибись так проверяем его гибкость с животом все нормально живот гнется так а что у нас тут не привязалась не беда так веки не привязаны были так а вот эти хоть привязаны а а и вторые кости вот эти тоже так вот эту косточку значит g чуть поменьше и вот это тоже чуть-чуть поменьше вот эти кости вяжем тоже в голове ctrl-p keep offset object mode ctrl-p light автоматик выйдет выбираем кости вот теперь все работает все зашибись так вот такой получился персонаж какие у него настройки тут с костями еще потом крыльями немножко попробую поразбираться и будет все зашибись возможно вот эту кость тоже уберу нафиг она нужна только как будет потом середина выкручиваться допустим вот вот видите здесь держат кости вот эта кость если ее потом уберу как она будет руководить этой штукой вот это вот торчит возможно она нафиг и не нужна так а ну как ctrl-z 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 заходим в edit mode и пробуем вот эти кости delete boom delete boom object mode перевязку делаем на кости ctrl-p white automatic widget так теперь кости выбираем по смот Спасибо. Ну, ничего так сгибается, в принципе, приловчиться можно. Это получается, тогда эти кости все подгибаем в эту сторону, вот так, это перо сюда, так, эту сюда, и вот тут можно их еще как бы поводить, вот так, в принципе неплохо. Все. Здесь уже шипкей добавить, и все будет нормально сгибаться. Давайте попробуем шипкей сразу добавить. Так, это значит, заходим в object mode, выбираем персонажа, добавляем шипкей до максимума. Теперь добиваем мод, кости отключаем и пробуем, пробуем тут это крыло шипкейми подправить. так, здесь, значит, чуть-чуть выпрямляем, здесь, значит, перья можно вот таким вот образом подкрутить, не используя, значит, наши кости. здесь их как-то можно, так, это я уже всего персонажа надуваю. Ну, в принципе, что, неплохо он сгибает, может ходить. object mode, нормально. А тут уже можно доиграть их, значит, вот этими костями где-то подкрутить, где-то подвертеть. Главное, что крыло согнулось. А ну-ка, а если вот так еще попробовать? Раз. О! Можно еще подальше его увести. Так, ну, с этим еще нужно будет поработать. Я-то в следующем ролике уже попробую это все сделать, Alt-G, Alt-R, Alt-S, Alt-S. Сохраняем. Так, save. Так, вот эта модель будет в группе VK для скачивания. Кто хочет поэкспериментировать с ним, вот эти вот все анимашки. Так, это object mode. Шипкий. Вот как исказился, это в минуса. Все, всем пока, до свидания. Вот такой вот был гемор. Вот такие настройки.